Работать с детьми и молодежью в Приволжье умеют и любят. Не зря ПФО – единственный федеральный округ, где реализуются окружные общественные проекты по всем ключевым направлениям. Среди них творчество, спорт, самореализация и патриотическое воспитание. Всего 14 проектов. Итоги их проведения в 2022 году, а также ключевые направления в этом сезоне, обсудили на заседании Фонда гражданского общества. Благодаря распределению полномочий при реализации общественных проектов нам удалось добиться необходимой гибкости и исполнительской ответственности при их проведении. Так, сейчас все общественные проекты закреплены за конкретными регионами округа, что влечет за собой соответствующее финансирование с их стороны, а также привлечение необходимых административных и кадровых ресурсов. В прошлом году со стороны регионов округа софинансирование окруженных общественных проектов выросло в два раза по сравнению с показателем допандемийного 2019 года. А количество участников общественных проектов в регионах округа впервые превысило 1 миллион человек. В этом году организаторы сделают акцент на проведение патриотических мероприятий. Военно-спортивная игра «Зарница» по Волжи и спортивно-туристский лагерь «Туриада» пройдут в юбилейный десятый раз. А юно-армейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» стали центральным мероприятием, объединяющим всю систему допризывной подготовки в регионах. В результате мы получили полное представление о том, как эта система работает в наших регионах. А это серьезный инструмент, позволяющий корректировать при необходимости подходы. В результате считаю, что мы выполнили поставленную задачу и задали определенную планку для других федеральных округов в интересах общего дела. Ожидаются в этом сезоне и новые мероприятия. К примеру, в Пермском крае в декабре состоится окружной турнир по адаптивному, в том числе слэдж-хоккею «Хоккей для всех». Ключевым событием в сфере реализации молодежной политики традиционно станет форум «Иволга», который ежегодно является лидером по стране по количеству участников. Анна Тищенко, Управда ТВ.